Давай, степи маленько. Больше можно. Так, не хватит. Сегодня в планах у мужской половины семьи Конюкиных отсыпать дорожку между грядками и доделать летнюю мини-кухню. Девочки, мама Вера и трехмесячная Катюша отвечают за огород. На них полив и учет урожая. Ой, у нас кабачок вырос. Опа, Катюшка выросла. Собачки у нас первые. Дача у педагогов дворца детского и юношеского творчества Артема и Веры Конюкиных появилась пять лет назад. Сейчас и не узнать участок, говорят супруги. Вместо травы по колено аккуратно оформленные грядки. Обновленная веранда – детская зона. Все парактические конструкции новые делаются мной лично с помощью детей. И жена, конечно, помогает. Например, вот качель. Подсмотрел, конечно, в интернете. Примерно как. Но сделал все равно по-своему. Долго очень. Жена просила сделать хорошую мойку, чтобы не просто мыть посуду, а еще и там же готовить, резать овощи прямо с грядки. Ну, вот тоже в интернете подсмотрел, но сделал опять по-своему. Конюкины стараются проводить все свое свободное время на даче. Приезжают и зимой. Для малышей строят горку, наряжают елку. Весной отмечают день рождения Веры. А летом вообще живут здесь. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Гайгори Конюки. Добро пожаловать на мой видеоблог. Тут есть и бассейн, и речка. Думать, там делать нечего. Тут на улице природа, свежий воздух. Друзья, помочь родителям. Ягоды всякие повесим. В том году скамейку мастим. Помогают мальчишки не только папе, но и маме. Трехлетний Степа вызвался собрать ягоды, а Гриша проверит все в теплице. Сейчас на грядках стандартный набор дачников. Огурцы, помидоры, картошка, морковь. Но пришла Вера к аграрному разнообразию не сразу. Первое, наверное, мы посадили клубнику здесь. Потому что когда мы участок приобрели, тут мало было очень грядок, все было взросло. И вот эти первые грядочки, это была клубника. Потому что клубнику, наверное, любят все. И мы в том числе. Поэтому мы посадили первую клубничку. Она прижилась, дала первый урожай. Картошку посадили не сразу, честно говоря. Потому что думали, не надо. Сейчас все равно хочется хотя бы на первое время своей картошечки. Вообще о том, что сегодня празднуется День садовода, узнали они от нас, когда мы искали героев для репортажа. И теперь говорят, что праздник войдет в их календарь. В планах у Веры к следующему Дню садовода вырастить дыни, арбузы и диковинные цветы. А у Артема с мальчишками сделать мангальную зону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин